Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Германию в Сибмерс Цивилизэйшн 6 с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с неё. Всё-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Всё, давай, те же самые. Я не помню, как я ходил, честно говоря. Ну вот смотри. Мужча утром дважды. Ну вот смотри, ты сейчас выстрелил бомбарды, и что? Ну ничего не произошло, да, я так и по прошлому разу сделал. Потому что это восстановленный военный лагерь, понимаешь? Ты сейчас стреляешь по военному лагерю, а не по... А не по кавалерии. Понял, понял. Давай, наверное, только один раз атакуй, потом я посразу грейдану, потому что в прошлый раз у неё там чуть жизни оставалось. Может сейчас умрёт, чтобы не потерпел. Ну грейданин. Ну вообще, мне показывают, что я его не убиваю, честно говоря. Гербей ещё раз. Да чё-то не хочется. Ты пошёл разбил, бей, сейчас. Ты в прошлый раз не грейдил его. Ну ладно. Там прикольная тема, сейчас в следующем хону покажу. Блин, что у меня тоже какой-то прикол. У меня начались вот эти оповещения, которые в правом нижнем углу, теперь на английском их. Нет, это нормально. Это потому что у хостан. У хостан. У хостан. У хостан английский, революция. Не знаю, мы уж раньше не замечал на первый раз. Какая-то, наверное, рабочих строить, с другой стороны мне бы. Только у нас бомбард. Поляк прям в чудеса ударился. Прям в чудеса. В каждом городе что-то достроил. У меня еще три, наверное, кота будет отсюда. У них не хулигай. Почему я не удивляю? Не рассказывай никому. Наш будет тянест. Думайте, он будет стоить в туризм? Да нет. Я не думаю, что это будет туристическая победа. Нам просто хочет как-то подвырваться. Хотя, в принципе, слушайте, уже 4 туриста из 6-10. Да, но нет. Не, ну так это приучить к тому, что у него... Он великих людей бы толком не брал. Ну, там писатели и все хотят. Вот, у меня уже есть 5 корпусов. Этого достаточно. 5 корпусов рыцарей. Надо 5 обычных. Да, блин. Там, по-моему, мы скорее Риму летят, чем татуризмовые. Да, не, ну основные татуристы начинают капать уже потом. До одного мастера, либо с утра, после вот этой всей художественных музеев, культурного наследия. А ну, все еще не скоро. Ой, как ты у меня... Ой, Влад, Влад, ты у меня забыл крыточку с кампусом, Влад. Узле горы. Объявляем, увы. Так, ну давайте тогда... Три катапульты построю. Не забывайте, ход вечный. Да, Илёш, ученого забьи. У меня одного великого человека не было в этой игре часа. Не, мне светом, кстати, нужно забрать. Блин. Алексей с нами? Алексей... Да, я с нами. Он забрал и сейчас дало другого ученого, которого я бы лично хотел забрать, но я не могу, потому что я закончил ход. Ну, следующим ходом выпадет. Скорее всего, кстати, тебе и выпадет. Не, там уже смогут все забрать. Все трое. Нет, сейчас все могут. Сейчас все могут. Да, если вы не закончили ход, поляк, аравиец и Иисус. А все закончили. У нас все закончили. Не везу-ка. Я бы не сказал это слово, что я не могу забрать, и вообще еще бы не говорил. Я посмотрел, что они забрали, что они тоже закончили. Ну, сейчас, поди, кому-то одному должна дать его. Нет, будет у всех выбор, по-моему, забрать, нет? Кто первый в лобби, тот и заберет его. А, ну, нормально. Ну, нормально, я устроился, поэтому я люблю хостить. Пересчет очков на меня. Все на меня. Алексей, ходи. Да, хожу, тут же куча юнитов. Чуть, я тебя не закрываю. Ну, ты же, Влад, сумму нефти пытаюсь, понимаешь? Думаешь, у меня есть? Это же не на нефть, он не дает мне нефть, он не просто откроет, если она у меня. Досить из мяса себя вытянешь. Можно сейчас закрыть? Я понимаю, я тебе говорю. На будущее? Вообще, ты со мной нефтью подел... А у тебя ее нет? Откуда я могу знать, если у меня есть? А, сказать тебе, если она тебе такая, ты говоришь об этом? Я обо том, что когда она у тебя будет, что ты со мной поделился с вас. Если она у меня будет, понимаешь, в чем вопрос? Я тебе верю. Тебе там есть нефть. Да нет, в пустыне многое, скорее всего, будет. Ну, ребят, меня это лично только порадует. Как бы, я все понимаю. Я в это не сильно, честно говоря, верю пока. Да нет, просто нефть, она обычно и в пустынях, в этих, в тундрах и на воде спам. Ну, ты на воде, то у меня все плохо. Если не на воде, то ты еще недолго будешь с нами сидеть, кафка, скорее всего. Да нет, у тебя довольно много пустыни. Я думаю, что там где-то будет это. Ну, это лично пораньше уйдешь спать. Что такое? Вот так, уже просто меня даже не рассматривают. Что там с Алисисом? Хожу. Кстати, так я не понял, что ты город не поставил возле двух черепах, крабов точнее. Да я не знаю, что ты не захотел там ставить. А что ты Антона Рива от нее забрал? А смысл его забирать? У него он пустой, у него ничего нет. Ну, блин, хоть какой-то город. У тебя было бы 7 городов, как у меня. 7 это лучше, чем 5. Да не знаю, я на самом деле жалею не об этом. Я жалею, что я вот не поставил, получается, что под Познанием, вот где Хайдарабад, вот на вот этой речке, можно было под гору город воткнуть. Вот я вот об этом жалею, что я не знаю. Я закончил ход, если че. Слава, кикусь. А как звали того кавалериста? Не, ну слушай, зачем вот эти фастклики? Ну серьезно, вот я воюю с тобой, я ни разу не пытался вот это вот по-быстрому что-то сделать. Зачем вот это делать? Оно же тебе ничего не дает абсолютно. Абсолютно ничего не дает. Что ты хотел, я пока что убивается в военном лагере? Все юниты убиваются? Ну окей, я это знал и так. Я зашел в пустой кампус, я бы смог зашотить, если бы мне было очко действия. Я просто этого не знаю. Я тебе говорю, а об этом, зачем вот эти фастклики вот эти делать в начале хода? Давай теперь считать, теперь будем каждый ход отсчитывать. Здорово. Окей. Ну так я не хуже цивилизацию, это то, что очень часто люди начинают ссориться из-за кликов. Ну потому что человек, он с поселенцем это сделал, теперь это зачем вот это, в каких-то мелочах пытаться выехать, которые не дают тебе ничего, ты только раздражаешь соперника своего. Просто раздражаешь. Предлагаю, что я тебе ждать, пока ты захватишь его поселенца в таком случае, или что? Я тебе предлагаю, вот в этой ситуации, когда у человека стоит там юнит, ты сделал два хода, считай. Я еще не сделал ни одного хода, и ты меня убил кавалериста, только за счет того, что ты можешь побыстрее пофасткликать. Тебе это не дает ничего, теперь мы будем тратить время с тобой, чтобы отсчитать, других людей на это подписывать. Ты не поймал. Ты бы, ты город захватил мне. Что-то в будущем будет, как и первый. Первый будет ходить, да, но не двумя юнитами. И не уничтожая здоровый юнит, который стоит в этом. Ты мне не убил юнит, ты просто захватил военный лагерь. Ты не требовал никогда, чтобы я отсчитывал ничего, вот я и не делал этого. Хочешь считать, давай считать, чем проблема. Не слышит человек, что пытаюсь донести. Хочешь к тому, что он не хочет считать, но просто ты мог бы... Просто спокойно играть, да. Просто спокойно играть. То есть это не та ситуация, которая требует вот хода миллиметрона, который все решает. Теперь мы будем из-за каждого мизера вот здесь вот этим фигней заниматься. А вы там помириться не хотите? Какой смысл? У тебя все хорошо, с наукой. Может потом на Рим напасть, например, забрать в Рима пару городов, пару Леша заберет, пару саладей. А может, скажем танки? Какой смысл? Какой смысл? И что, ну танки против танков ну не сильно, как бы, решают. У меня не будет никакой камеры. Почему? Потому что нету. Ты на Теху от него отстаешь, ты можешь успеть. Не, я на многостве. Я просидал по науке, поэтому. Ну сейчас ты отстаешь от него на, насколько я вижу, на Теху, если ты в Райфлинг. А не, подожди, нет. В Райфлинге это мы с ним как раз. Если ты баллистику открыл и открываешь Military Science или наоборот, то в принципе вы близко. То есть Леша сейчас, скорее всего, как и мне, две Техи до до танков. Возможно, он уже тоже, как и я, заканчивает на арту вот эту стил. и как бы это вставание. Ты начинаешь считать проекты и ты там, ну, через два хода позже, чем он откроешь, по идее. Я просто на такой, я в такой ситуации был недавно. Я просто начитал достаточно быстро, чтобы, а, это когда вот Invictus меня пилил с соло, вот, они думали, что придут ко мне танками и убьют меня. Им пришлось дождаться, пока они ведут современные танки и потом что-то делать, я очень быстро вышел сам. Считай, как в эту... Чего? Ты же считать хотел. Чувак. Тебя не слышно, Алёша. Давай сейв грузить. Ну ладно, ребят, ну что с вами... Да ну, ребят, ну серьезно, ну куда уж? Ты потерял, я забыл, я забыл. Ну ладно, там один юнит, ладно. Ну ты потерял, Саша, юнита или... Да, он потерял юнит. Понял. Человек. Ну за 8 ходов надо набить еще 6. Как скоро у меня вообще армии будут? 3 хода, 5 ходов, 8 ходов, да, блин. Блин, вот ходак хорошего, может еще у него забрать. А сколько же эти гранты дают, которые читать? Ну там точно сложно сказать, но нормально, нормально дают. Там как-то это есть формула, как она высчитывается из промки, которые они стоят, но я не могу тебе сказать точно. Ну типа, если ты сейчас начнешь на 15 процентов, что-то не точно. 15 процентов от промки? Угу. И великих ученых, и этих, и науки, и литератургики. Ну смотри, открой вот, исследовательские гранты, текущая стоимость 112 производства, посчитая от 112 производства 15 процентов, это будет только 16 науки, 16-17 науки. Так и получат фигня вообще. Как фигня, если это в один ход? В один ход ты получаешь 17 науки с одного города. У меня, например, 208 науки сейчас. Родакши науку по такому курсу, то это фигня. Ага, ну хорошо. Расскажи нам как лучше тогда что делать? Виктус, у меня все плохо. Что такое, Вирной? Нефти нет. Да, нефти нет. Она есть, но она неудачно находится. Давай, давайте так не будет плывить, так не знаю, разрабатывать, вырабатывать. Нет, тут есть общая схема, в принципе. Я не знаю, если я вижу где нефть, но я еще не открыл ее Теху, значит ли это то, что если она под районом, она еще не работает у меня? Да, она у тебя еще не работает. Да, точно, ну ладно. Ну это же как, я не знаю, когда ты ставишь на редкий ресурс, там, город, он начинает обрабатываться, когда ты только изучу технологии, например, орошение, если ты ставишь на пряность. А, да, я не знал, я просто никогда так не... Ну, то есть, я основу, когда ставил, у меня уже была обработка для неф... У меня есть нефть, но она на воде. Я вижу нефть на территории, но тогда надо как-то город очень сложно ставить. У немца я не вижу особо нефти. А у меня? Я тебя не всю территорию вижу, но то, что вижу, тоже не вижу нефти. А у китайца есть нефть, я могу рассказать. Есть. О, это плохо, бед. Так, у него... у него уж колясок нет, у него... ну, если есть, то мало. Ну, не то построил, Так, я понимаю, там много антикавалерий и разный. Вы там это следите, потому что у араба много городов прочно. Как ты у себя следи? У меня вообще веры нету. Слушайте, ну, 4 из 8 религий, мне кажется, что стоит уже обратить внимание. Ну, здесь приплыл для араба. Кризис. У меня нету только у него кризиса. Считай. Нет, не будет считать. Влад, считай. 3, 2, 1, воюйте. Фиг знает, как сейчас военный лагерь работает, этим мы его опять починим. Уже восстанавливаются стены, потому что я стали варенье открыл. Не знаю, вот если он мне снесет эти стены, как оно будет. блин, слушай, столицы-то пикинеры не отбиваются против этих, против танков. ПТ-командовая что-то чувствую я не успею. Отбивается просто не очень качественно. Хотя, в принципе, может, не успею. Я не говорю, в корпусах нормально, я тебе точно говорю. Не, ну сейчас, как бы, армия уже будет. Точно. Не, у меня не будет армия пока. Ну ты на чем? Ты собираешься на танках корпусовых или? Да, и мне нужно, что-то. Да, это бы тебя дробно. Ага. Не, я на самом деле понимаю вот эти все темы, когда люди начинают ссориться из-за, ну типа из-за вот этих проблем с ходами, и это на самом деле большая проблема конкретной игры. То есть, когда люди ходят просто, то есть, я очень часто, когда первый разыграл на счет, всегда, даже когда мне говорили, давай на счет, атаковал, просто чисто механическая какая-то такая плохая привычка была. Да, тут вопрос именно, что в игре есть проблемы, да, давайте как-то ну проще к этому относиться, чтобы не по каждой мелочи начинать делать. Ну зачем вот этот быстрый фасклик в начале хода на на этом военном лагере, ради ради чего она выигрывает войну, она ничего не сделала, просто только раздражение дает. Доходите, ребята, да, просто я походить, могу даже не могу отожми конец хода. Не могу. Да ладно, серьезно. Мы не договаривались насчет, я так понимал, что тебя все устраивало, потому что меня все устраивало. Вот я сделал, как хотел, чем там. Ну это, понимаешь, это вот разговоры из разряда, ну мне же не говорили, там, ты ж мне не сказал, я шел в гости, там не сказал, что нельзя навалить уходи. Теперь ты говоришь, что мы всегда играем на счет, независимствовать договоримся или нет, это уже не то, что не то. Так не играем. Если на счет, значит, договариваемся. Ну да, я согласен, ну, как это мы говорим, что мы не договорились. Нет, я делал то, что я делал, в чем проблема. Проблема в том, что твои действия приводят к тому, что нам теперь придется договариваться на счет даже по мелочам. В конце концов, вы можете обозначить таймер времени и играть на него, допустим. Я начинаю думать, что таймер, это неплохая идея. Ну, блин, он не синхронный, понимаешь. Мы с Лешей вот проверяли. Он не синхронизирован, он не синхронизирован у одного, может быть, на пару секунд быстрее, а у другого медленно. И эти два же секунды, они можешь раз так еще, ну, как бы, они могут зарешить. Ну, это тот же фасклик, да. Можешь решать, кстати, не добыл. Не, считать будет какой-то третий человек. Да, потому что ты говоришь, можешь не считать, но получается, ну, ты типа не будешь атаковать, пока он не проатакует. Да нет, тут просто сейчас такая ситуация, что никто никому ничего не убивает этим ходом. Я понял. Ну, я, давайте лучше я посчитаю, она от греха подальше, так сказать. У меня есть нефть. Ага, граничил 4, 4 воина монаха. О, сильно. Ребят, надо объединяться против Инвиктор Саня, у 4 воина монаха. Силушка богатыр, я сделаю из них два корта, корпус обставляйте, живее. Еще и корпуса объединяет. Мне кажется, это читерс. Плюс-плюс. Нехило бомбарда вывешивает. Да, только это не бомбарда. Нарта уже, Да, О, Нарвежца есть нефть. Суперчудо. Могут ли пехотинцы выставить против танков? Нет. Только антиковалиевские юниты смогут. Прикольно, что когда атакуешь, юнит поворачивается в ту сторону атакующего. Он использует для бонусов. этот Алексей тебе там любимый инженера фантома попался. Ну, я не считаю, что он совсем уж плохой. Не, насколько он культуры там в сумме дает? Я сейчас скажу. У меня, что, Ганс дофига. у меня 110 культуры. Если он мне сейчас 10 даст, то это 10 процентов. Это что, мало? Я не скажу, это у тебя. Это у тебя так работает. У тебя в каждом городе стоит. А если взять другие, у которых там, ну, не знаю, там, 3-4. Ну, да. Я не знаю, у меня три там промышленных района. Ну, а чё? Короче, только для немца нормальные определили. Шарик. Ну, следующим ходом, по идее, у меня должны быть. А нет. Блин. А, было раньше покупать. Ученого завязал. Прикольно. Индвиктус, напомни, правило на ядерке две обычные хатна-термоядерные плюс одна. Да, ядно за столицу. То есть ты владеешь, что? Там, пойди, это правило надо чуть переделать киток от нас за каждого проигравшего игрока. Потому что тогда, типа, ну, если кто-то вылетел, то у всех получается однако количество все равно. Ну, сейчас уже не надо это делать. Сейчас на счет. Скажете, я посчитаю. Считай. Не, не, я еще нет. вот сейчас готов. Три, два, один, убивайтесь. не, 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 три, и что я не что-то строить прости но мне он может был забыл что устроил этот дворец что слабо ну бомбарда слабо бомбардыш это с 1 июня не оранжевые пушки никто садит от гэшка было как брат военно или вы уже снесли давно но я ее забрал да и просто интересно было где она еще не вытянет вам надо построить глянем так пять корпусов и раз два три четыре рыцаря да а теперь уже не могу покупать за веру типом следователи религии какие-то другие городов можно быть по идее твоя религия типа сама по себе по идее выбивают другие довели что тебя везде буддизм и вот везде господство доминирует хотя бы один был я понимаю когда он доминирует уже как бы бишь а не то есть левую скин агар у него вроде есть другие не знаю там по-моему достаточно одного последователя а может это только в конкретном городе то есть в каждом городе так было да это в каждом городе должен быть хотя бы один последователь этой религии а я думал в одном достаточно то есть если у него там да или допустим есть этот последователь может стоить там хайдарабаде нет он не может особо я понимаю как там война у вас да блин убивает и ты меня индус коварно индус коварен саша ты можешь только в трех четырех городах строить чем покупать за скажи мне влад что ты вообще думаешь как ты хочешь дальше играть и скажи я хочу забрать китайца я сейчас поставлю город на нефть и заберу то бишь кинде хочет основать религию потому что и вообще не развивать тебе нет почему этот один последователь он все равно приходит тебе просто не надо вот заниматься этим заниматься испанской инквизиторством там давлением сильным своей дина просто и распространять на другие но я хочу вам сказать вот этот пантеон на плюс два производства от стратегических от шахт на стратегических ресурсах он очень оказывается очень очень то есть это уголь ну нет это уголь это уголь когда он откроется там уже пол игры прошло какая разница селитра тоже у меня рассинхрон кстати так что я такой у меня тут саша еще нет я я в игре тогда считаю сейчас считаю 3 2 1 1 твою чеку блин еще один ход ждать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну прям понятно А, стоп, подождите, это же CPL-мод, я забыл В CPL-моде можно же обработать на воде сразу, когда танки открываешь Ну, я и забыл об этом Ты не вовремя сказал Да, я же забыл То есть они тут, вот эти улучшения, это очень разумные на самом деле улучшения Типа я за это их прям люблю и уважаю Там еще есть приколы, например, что... Леша, ты за Грузию играл же? Да У них, знаешь, вот эти стены свои, Циви или как они называются И по дефолту они открываются достаточно поздно Но в CPL-моде они открываются с первыми стенами сразу, вместо них по факту Ну и, короче, очень много есть таких вот улучшений Достаточно разумных, правильных Но я, правда, забыл о том, что я шниф могу сразу уже добывать Ну, слушай, Грузия тогда вообще не берется никак? Ну, по дефолту нет, да Ну, то есть стены там сразу появляются Ну, я имею в виду, что там не прибежишь рыцарем и не заберешь Грузию Ну, как, в принципе, можно сделать, если там грамотно все Или там мушкетами можно прийти, то есть не придешь Только если на танках там или на кавалерии Я не верю, что они дают, у них как-то повышенное количество А, ну, них 75 вместо 50, насколько я, по-моему, понимаю Но это, ну, не сильно большая разница Да, 75 вместо 50 Не, ну, без этих Без осадных юнитов, то там, да, без шансов Мне бы хотелось все-таки в темный век выйти, а не в нормальный Как бы это... Блин, у меня 15 жителей И что, сколько тебе до лаб? Много? А, ты уже в лабах, да? А, так нормально, че? А, нет, нет, ты не в лабы пошел Нет, в лабы пошел Ну, так все, ты сейчас можешь отбиваться потенциально Нет, ну, отбиваться-то отбиваться, ну, просто, блин, это... Тебя это не затормозит, а меня это затормозит жестко Как бы тут я все равно не выглашу Не, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, почему ты не строишь армию То есть я говорю, что я на тебе на подухотал 20, у тебя все еще 390 в военной мощи У меня нету, у меня нету столько всего Все очень долго строят Я не знаю, где вы, но я понимаю, где немец берет производство, но вы где берете много производства и нету Так я же коляски строю, понимаешь, а ты пришел ее со стрессов пикинеров строить И даже под карточкой это дольше, чем... То есть у меня коляски строятся заход без карточки, чтоб ты понимал Просто... Ну, это понятно, это понятно Ну, просто, у меня, видишь, какая проблема, я почему вышел? Потому что у меня полное отсутствие рек, мне негде ставить коммерческие районы И у меня напряг с баблом, у меня там плюс 50 вход Я не слышу, что ты спрашиваешь Вход заканчиваем или как? Ну, я еще нет Влад, сколько у тебя вход? 366 Ну, вот, вот так же я вообще Чего это, 366? Денег, денег Влад, ты помнишь, что я мне кое-что обещал? Правильно, я тебе стрел за зензиба Что именно я тебе обещал? А, на апгрейте тебе денег дать? Ну, я себя апну, если останется с радостью Не очень правильный ответ Сделай выводы, сделай вывод Ну, сколько, как смогу, так помогу Давай так скажем Вот, это уже мне больше нравится Такая терминология твоего Сейчас ребята закончат свои ходы Бесконечные Я напоминаю, да, с этим с римлянами нельзя торговать, ничего не сделать, только воевать Ну, подстава Ну, подстава, конечно, у меня был союзником Ну, что-то, кстати, на солнце Он притих, как за раба сел Да, он там уже на победку укатает Да, он хочет уже улетать Ну, я вам сразу скажу, у нас он умеет играть эту игру явно Слушайте, но у него можно получиться Почти 300 науки вход Это серьезно Это заявочка Заявка на победку, да Что немец дружбы Ну, продлим, конечно В смысле не строю воевать, когда тут у меня есть Ребята, давайте хоть закончить Да, сейчас Пожалуйста Пожалуйста Ну, ты что, неправильно так делать Как? Мне, я думаю, что Леша Просто о implementation Там сделать Да нет, я не сижу Нет Это индус, я не жду, когда ты закончишь Сейчас захожу и закончу ход, не волнуйся реально тут дофига юнитов серьезно давайте заканчиваем все значит и надо заканчивать ход до того как ты походил всеми может быть но у меня даже таймера никакого нету как видите четыре минуты хотя бы отслеживать маме единственный который у которого был таймер но у тебя даже таймер он не верен потому что ты ждал пока мы засинхронизируем себя там вот это все считайте да я готов 321 боюсь они там о чем не бомбарду мало строит после движения сейчас мало стрелять после движения окна то не могут у них остается еще очков действий достаточно что и по дороге шли не на обычно подвинулся уже не не можно взять катапульта это катапульта это бомбарда есть разница вот танки стрелись пожалуйста один раз и все надо когда не проблема я думал ты больше хочешь так а ты в кого впиливаешься в этого винди виндейца индуса отец еще и блин с другой стороны поляк придет вообще никого нет но ты смысл windows был во всем этом ну вот играешь ты германии ну все тебе не какой смысл не во всем танки пришли в одном случае другом не факт если бы ты не воевал со мной у меня бы не было мысли идти танками на тебя вот в этот проход в две клетки ну серьезно и что ждал что это нельзя нападать буду через этот вот это отверстие танк ваншотит все какая раз и какие 1 если не очень много интересного я обыгрел не стоит корпуса ранее строить делать эти проекты научные и танки ваншотят еще не говорю что не стоит не горю что фигня не ладно просто вот что не фигня просто ну вот неинтересно достаточно производства достаточно на суд на суд это просто рабочий рабочий стоит обрабатывать и покупаешь непонятно что-то это уже неправильно блин я чудо рвану я вообще не использую никак значит слишком много производства у тебя нужно гранты имба когда ты на кого-то читаешь то есть там ученого первого чтобы забрать или первую книжку я вот так забрал первую книжку этого у китай я два раза прочитал или один даже раз и спокойненько забрал это про ученого что у тебя забрал ученого я забрал кого-то другого у тебя книжку по моему забрал первую а у этого писатель не ну просто например вот есть ученые которые категорически мне кажется важные там типа вот готов который готов на библиотеке дает пляжи пожалуйста почитать считаю 321 боюсь я же нормально считаю одинаковая скоростью одинаковая скорость это мои пушки не особо были в танках мне не там только сервисе пикинер это команда и в корпусах желательно все остальное там не имеет смысла блин что-то как-то мне бы через женилу пройти чем поляк это заявочка на меня что ты сразу боишься что ты пугаешься ну как бы ты под подводишь к моей границе какой-нибудь другу что-то у него разве даром церкви не вышел фурсов решение забираешь они ям кто я еще эти города у него не могу собрать давай ты пекин заберешь а я шиньянки xian и нижние принципе можно даже поделить если смогу удержать поставить еще один город индийца ты не хочешь от поляка что-то подбиваться там хотя бы вот танки чё то есть ты от меня будешь отбиваться чтобы тебя полностью забирал поляк да ну там танки в корпусах я не думаю что у меня тоже танки в корпусах я не то есть просто индус напал на меня заставил все это сделать просто отбиваться да я понимаю ты был лидером нужно быть ракнуть давай полностью отдадимся теперь поляку мне хотя бы проход тут сложный к тебе ты вообще никакой армии не ведешь поляку ничего не делаешь ребята не двое лидеры не вы отжал ее вместо меня у меня с полякам союз я не буду на него нападать чтобы получить кризис потом за это вы поймите ребятам все сделает араб несмотря на то что там вы запилите меня или киндуса аминь за поляка запилить это ничего не сыграет он улетит пока вы все я с тобой не согласен я с тобой согласен если мы заберем себе по получается по 2 или по 3 города то это хорошее усиление города развитые по 12 жителей с районами ну то есть тут всем вопрос то есть работа мы все ничего не можем сделать если ты не можешь ничего сделать лидеру то это и просто должен усилять себя ну и я не думаю что он там считает особо проектами 295 этом если бы он читал было бы 400 500 ну а тебе как бы сидеть там грустить но я бы на твоем месте был только рад если меня заберут и ты все еще не строишь юниты как было 30 минут так и осталось кстати торговца надо было забрать число шан и забрал там еще еще один да нет я просто понял что я знаю почему не строга потому что я понял что я не дизельно не компонент например тебя одного я бы может быть бы отбился там одного поляка я тоже отбиваю с ним отбиваю с ним отбиваю с ним я тебя трудно отбиваю уже так ченик золоты века нормальный а вот уж про индус воюем на считай да не я готов воевать уже ну серьезно инвиктус но что ты вот это вот два года назад что-то говорилось я стал я с тобой не воюю ну ладно я не я не проследила просто вижу я вижу 5 танков на поле сорян на своей границе что как не реагирует по-другому а почему-то и не войне и не пойму астралий может танки стоит понерфить может стоит просто в них выходить быстрее нет на все входят танки правильные то не выходят им пт-команд нет дело дело не в танках а дело скорее я бы сказал что это дело в колясках нет выходит на самом деле выходит просто если ты очень хорошо развиваешься тут и обороняешься смысл забрать вот как бывает там греки улетают конкретно смысл тебе кого-то забирать тебе надо чтобы тебя не забрали и дали тебе там достроиться уже до конца и тогда у тебя есть там самолет и команды вся фигня оборонительная я не знаю там что там еще дальше пулемет самолеты фигня ты шутишь что ли самолеты очень крутые ну эти противотанков против самолетные пушки там не помогают разве они реально очень поздно открываются ты не можешь не успеваешь ничего сделать два города просто забираются там с тремя самолетами на раз ты не успеваешь просто ничего у самолетов есть только одна проблема это то что это за чего-то то есть тебе нужно именно их строить не но и у них еще минут что недорого 100 строятся они дороги в обслуживании поскольку там по 6 по 8 вот так всегда связь мирно тихо а что в демократии там карточка на плюс 50 процент ну да 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 она кстати решает они в принципе должны по паре ходов строится витус мы как-то разделим города ну конечно дорогой как я себе какие ты хочешь как я готов воевать влад 321 321 переместись блин тупое животное что даже не предупредил астралии ну что ты так прости братишка 1 2 и даже виктора не успевать армии 45 танковых армий блин конечно катапульта с одной выстрела арты убивается прям думаю ваншотить нет ты достанешь туда туда покачаем халява тонкий расчет мушки-мушки-то будут похожи я же одним а также а у тебя тут бонус с флангов идет рис лучше сохранять или срубать но если ты можешь воткнуть фермы бонус не стоит если не можешь от местоположения нет завис что-то меня блин надо на этот шпион окликать каждый ход так то мне там кого перекупил а кумасе два аэродрома ускорено три танка ускорено уран есть но нормально ничего не делаем или треализацию нет они упарываются в танки это тактика пятицент а вот отвратительно никакой интересной борьбы напиши письмо фераксис причем тут то есть нет но просто вот просто нет лишь я понимаю что это что это проблема фераксов и центр и за 99 процентов народа играет так никто даже не думает томат ну потому что иначе проиграешь какие интересные очень интересные ну не знаю просто один путь развития и все я с тобой согласен но по-другому не сыграешь я чтобы было еще два города я бы пошел поверьте вообще ветки сразу и самолеты пошло так я наброшу или ты в закуточки строишь домики или если есть вариант кого-то выносим ребята маска кто перекупает в конце хода ну что это за дела такие можете нормально играть зачем вот это в конце хода делать я готов три саша готов 21 власть у меня ставишь город китайцы хотя бы один чё выжил что ли ну герою кавалерии надо дать чё было номер фишек у него хп осталось когда же счет такого удивительно не атаковать можно атаковать любой момент можно заражить рыцари брить и рыцари можно выйти на самом деле есть определенный пул просто другая проблема чтобы отыграешь в фа ты можешь например и под деньгам быть лучше и по количеству юнитов мучили куски на деньги и как мы с нальвежества например сделали и или там с поляком тем же и все эти как бы останавливаешься скидывать деньги в часа эти по темплей там или зачем это делать она скидывать просто чтобы кто-то другой не усилился ну серьезно австралий обрабатываю твои же клин а ты типа хочешь показать насколько у тебя большой нет я просто хочу убить твой военный лагерь чтобы это сделать какая моделька вообще была использована для этих танков на ксу т-34 нет нет похоже на что на американский танк шерман нет более на 5 краш не на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока